Довольно часто при моделировании различного оборудования приходится сталкиваться с тем, что части, используемые для его построения, являются типовыми и в дальнейшем будут приобретаться. Рассмотрим на примере проектирования станка с числовым программным управлением. В данной модели, по сути, большая часть деталей будет приобретаемых, таких как, например, двигатель, рельсовая направляющая, винт шарово-винтовой передачи, шпиндель, а также каретки и серводвигатели. Однако при моделировании габариты и места соединений и подключений данного оборудования также можно предусмотреть. Для того, чтобы не моделировать изделия, которые впоследствии будут приобретаться, в большинстве случаев достаточно воспользоваться поиском и при наличии данных о оборудовании, а еще лучше, конкретных названий моделей, без труда можно найти те или иные узлы для дальнейшего добавления их в сборку. Откроем браузер. Здесь уже вбит поиск. В данной модели будет использоваться роликовая ведущая каретка производства фирмы Hewin с маркировкой HR-30. Как видите, вбив модель и маркировку, во второй ссылке предлагают скачать трехмерную модель. На сайт и нажмем кнопку «Скачать». После чего предложат сохранить архив с моделью. Обратите внимание, что чаще всего модели подобного вида, оборудование предоставлены в формате STEP, так как он является более универсальным и доступным для конвертирования в большей части систем автоматического проектирования. Сохраним файл и откроем его. Посмотрим, что скачено. В данном файле находится сборка в формате SolidWorks с деталями, также сборка каретки в двух других форматах. Извлечем содержимое скачанного файла в папку и откроем SolidWorks. Выберем файл, сборки и нажмем «Открыть». В данном случае сборка действительно была создана в программе SolidWorks и отображается достаточно неплохо. То есть все элементы на месте, все отверстия на месте, подплывов текстуры нарушений полигонов нет. Откроем файл, посмотрим. Да, если в элементе детали операция выглядит как импортированная, то, скорее всего, она была создана либо в более ранней версии программы SolidWorks, либо вообще в другой автоматизированной системе управления. Но, в принципе, для данной задачи проектирования, то есть добавления элементов кареток, в сборку, это не имеет особой разницы. Но если необходимо получить именно файлы родные для программы SolidWorks для последующей работы, либо, к примеру, модификации, необходимо открыть деталь, выбрав правой кнопкой мыши контекстное меню и запустить распознавание элементов. Обычно оно запускается автоматически, но если оно не запустилось автоматически, необходимо произвести следующие операции. Открыв деталь, в древе построения выбрать нераспознанную операцию, перейти в FutureWorks, и если не нужно сохранять текущий исходный файл в параметрах, выбрать пункт «Перезаписать существующий файл», так как по умолчанию SolidWorks создает новый файл, и если элемент уже добавлен в сборку, а распознание проведено после этого, в сборке будет по-прежнему оставаться импортированный файл, поэтому включаем функцию «Перезаписи» и нажимаем «Окей». После того, как изменения подтверждены, снова заходим в FutureWorks и запускаем распознавание элементов. В диалоговом окне можно выбрать тип распознания «Автоматический», позволяет произвести операцию вручную, интерактивный позволяет выбирать определенные грани, углы, точки, либо геометрические фигуры, других форматов для распознания. Воспользуемся автоматическим режимом и выберем все элементы из предоставленного списка, после чего перейдем к распознанию. Существует два типа скачиваемых файлов. Это элементы, которые используются для построения больших механизмов, вроде тех же кареток, либо это отдельные узлы, которые могут использоваться как самостоятельные детали. К примеру, можно скачать готовую плоскость рабочего стола с направляющими. Однако эта модель будет неполной. В ней, конечно, будут основные размеры, необходимые для последующего проектирования. Однако, во-первых, данную модель достаточно трудно найти. Во-вторых, в ней не будут проработаны все элементы, так как технология производства является коммерческой тайной. И, в-третьих, довольно часто за такие модели приходится платить. В отличие от них, второй вариант – это устанавливаемое оборудование более простое, которое нет смысла повторять, к примеру, данную каретку. Сохраним изменения и перестроим сборку. К примеру, данную каретку повторять в кустарных методах не имеет смысла, так как ее цена будет гораздо выше, чем цена приобретенного изделия и качество, скорее всего, будет ниже. Вернемся в сборку и добавим элемент. Данный элемент добавляется как сборка каретки. Позиционирование и размещение его производится точно так же, как и для любых других элементов при помощи сопряжений. Видите, на столе уже заранее есть подготовленные отверстия, так как на сайте производителя можно найти документацию с габаритными размерами и координатами крепежных мест. Однако не всегда есть смысл моделировать что-либо по чертежам, либо тех документаций. Можно, как видите, все отверстия совпали. Можно использовать способ моделирования по готовой детали, то есть сперва скачать элемент, а после уже внести изменения в сборку, подогнав ваши детали под скаченные элементы, естественно, при условии, что данные элементы подходят вам по всем техническим характеристикам. Попробуем найти для данной сборки сервопривод. Также в поисковик вбив его серию, а вернее типа размер — это HSD двигатели, 80 — это размер фланца, и 0,75 — это мощность двигателей, также дописал скачать 3D-модель. После этого по одной из ссылок чаще всего без особых проблем и затруднений можно скачать модель данного двигателя. Я его нашел на сайте магазина, который занимается их продажей, и, как видите, здесь есть как руководство для данного двигателя в формате PDF, его посадочные размеры и 3D-модели. Попробуем скачать одну из 3D-моделей и добавить ее в сборку. В этот раз сразу откроем файл и откроем скачанный элемент. Данный элемент также не является созданным в SolidWorks, поэтому автоматически автоматически импортируем его, используя заранее настроенный FutureWorks. Подтверждаем операцию и запускаем. После импорта в древе построения операция имеет стандартный для SolidWorks название и, соответственно, отображение. Сохраним созданный файл в нужном формате. Также обращайте внимание, что импортированные файлы сохранялись в виде детали, так как иногда из-за непонятных ошибок импортирования деталь может сохраниться в формате сборки. Это приведет к некоторым сложностям при необходимости модифицировать ее либо копировать в контексте сборки. Сохраним файл и добавим сборку. Используя «Вставить компонент» и выбрав необходимый двигатель, данный двигатель должен стоять на этой плите, перевернем его и используем условия сопряжения, такие как концентричность для отверстий. В данном случае на плите отверстие сделано в виде фрезерованных выборок для регулировки натяжки ремня, который будет приводить в движение вертикальный винт шарово-винтовой передачи. также заранее подготовленные шкивы, которые были созданы по данным с сайта производителя, и также, как вы можете видеть, размеры совпадают. То есть обычно не составляет особых проблем в моделирование той или иной детали даже без наличия 3D-модели, хотя с 3D-моделью это делать намного удобнее. точно таким же образом скачивать детали электрических схем, различные трубопроводы, штыкера, контакты, пневматические либо гидравлические магистрали. Умение работать со скаченными моделями, а самое главное умение искать и импортировать их в сборку достаточно сильно облегчает процесс моделирования. К тому же, при использовании модели, поставляемой производителем, намного меньше шанс ошибиться в их посадочных размерах.